Мне кажется, что многие просто не поняли посыл моего предыдущего видео по Forza Horizon 4 в Steam. Я не пытался навести клевету или как-то сосрать эту версию игры, а просто рассказал о распространенных проблемах и как примерно их можно решить. Ведь даже мои друзья столкнулись с тем, что не смогли поиграть в свою купленную Forza в Steam. Она просто вылетала на определенном моменте. Да и вообще, увидев такие комментарии, у меня складывается ощущение, что многие смотрят видео не глазами и слушают ушами, а какими-то другими местами на теле, которые явно для этого не предназначены. Всем привет, с вами Дим Ванпойнт и я все же получил свою копию в Forza Horizon 4 в Steam. И сейчас расскажу, что и как было у меня. Больше всего меня поразило, что люди как-то умудрились запустить игру на компах, которая, судя по их комментариям, точно ниже тех, которые написали разработчики. Но тут опять же, не уловили мой главный посыл. Одно дело просто запустить игру, другое же получить играбельный FPS и нормальную графику. В любом случае, для запуска в Forza Horizon 4 с хорошим графоном вам нужен далеко не слабый ПК, а для того, чтобы играть, например, в чипы 3К разрешений на всех ультрах, нужна хорошая платформа. И в этом вам поможет материнская плата Vision D на чипсете B550 от Gigabyte. Стильный, минималистичный дизайн, но самое главное — это характеристики. Мощнейший чипсет AMD B550 с поддержкой текущих и выходящих процессоров AMD. Четыре разъема под DDR4 с поддержкой коррекции ошибок и целых три PCI-Express разъема под видеокарты с поддержкой NVIDIA Quadro. Два M.2 разъема с радиаторами охлаждения под сверхбыстрые SSD диски. Два порта USB Type-C 3.2 с поддержкой Thunderbolt 3. Сетевые интерфейсы представлены двумя встроенными гигабитными сетевыми картами и даже встроенными модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth. На борту материнки установлен крутой аудиокодек от Realtek с натошением сигнал-шум 120 дБ и интеллектуальным усилителем для наушников. В этой плате все продумано за делом на будущее. Совершенная система охлаждения на базе массива радиаторов и теплопроводных трубок, армированные металлом порты PCI-Express, цельнометаллические пины разъемов питания, большое количество разъемов подключения вентиляторов и периферии. Отдельно стоит упомянуть фирменную технологию Q-Flash+, которая позволяет прошивать и сбрасывать BIOS без установки процессора, оперативки и видеокарты, а также SmartPen 5, позволяющую удобно настроить даже самую продвинутую систему охлаждения. Если хотите приобрести этот шедевр инженерной мысли, ссылка находится в описании под видео. В любом случае, как вы уже могли увидеть по футажам, у меня игра запустилась без проблем. Если что, сейчас вы видите конфигурацию моего игрового ПК. Да, не густо, но и в форсе уже больше двух лет, так что игра идет более чем хорошо. Хотя все как всегда познается в сравнении. Лично у меня пробегают иногда статоры. Я крышу на оптимизацию, ведь вместе с ними еще и переходы из геймплея в заставки также подтормаживают. Такое я не видел даже когда играл на релизе в 2018 году в Корзу на старом Xbox One. Но и версии из Microsoft Store на ПК такого точно нет. Опять же, по крайней мере у меня. Вообще, очень забавно, как две версии выдают разные особенности работы. Как я говорил до этого, эти бесшовные переходы из геймплея в заставки хорошо работают в Microsoft версии, но глючат при этом в Steam версии. Конечно, это 100% решится патчами, но все же. Так же, как и сетевой код. Если в Microsoft версии я так и не смог победить вылеты и невозможность подключиться в онлайне, то в Steam версии все ок. За 6 часов, которые я успел наиграть, ни одного вылета и все работает стабильно в сетевых приключениях. Так же, как и присоединение друзей в твое лобби. В Steam версии это происходит, но удивление стабильно и гладко. Даже если тебе коннектится друг, играющий на Xbox или версию из MS Store. И вот меня до сих пор беспокоит вопрос. Раз все так гладко стим-кодом в Steam версии, так почему нельзя было перенести сохранение? Ведь видно, что синхронизация есть. У меня даже сообщения с подарками, которые я не читал на Xbox, тут присутствуют. Я их вообще смог принять все, благодаря чему у меня теперь гараж в подарочных машинах, куча рулеток и много денег для стартового уровня. В общем, могли бы хотя бы предложить выбор, играть со старым сохранением или начать новую карьеру. Кстати, есть в этом и плюсы, что ты начинаешь все заново. Я, например, решил взять в начале Charger, который, понятное дело, никуда не едет по сравнению с Audi и Ford. Но, тем не менее, кайфанул от того, что он всегда валит боком. Исходя из этого, не советовал бы его новичкам. А вот что точно посоветовал, так это 100% брать Ultimate версию, которая окупается моментально. Вы только посмотрите, сколько бесплатных машин в гараже. И ведь многие из них имбовые в правильном тюнинге. Я завидую тем, кто для себя откроет только сейчас Horizon 4. В данный момент в игре столько контента, что аж глаза разбегаются. На нового игрока сваливается такая кипа различных соревнований, что можно запутаться, куда ехать. Но, тем не менее, в этом главная соль фестиваля Horizon. Тебе предлагают выбор, кататься на крутых спорткарах или принимать грязевые ванны на ралли-карах. А может, ты вообще фанат лего и купил эту игру ради дополнения с лего-островом? В общем, я очень рад, что теперь на тысячи игроков онлайна прибавилось. А болячки у этой версии пока детские. Просто чувствуется, что Forza Horizon 4 в Steam еще не отполировали до конца. Поэтому ждем и надеемся, что те, у кого проблемы с этой версией, все же получат полностью функциональный продукт. Ну, а я прошел пролог, поездил в онлайне и понял, что мне просто лень проходить кучу всего, что я уже успел пройти полностью за два года игры. Поэтому пойду обратно играть на Xbox. Мне там привычнее. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Дима Ванпойнт. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И, конечно же, жать лайк, если вам понравилось. Всем пока-пока.